Кумтор Корректор А.Кулакова Окружающей среды Корректор А.Кулакова 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 с большого расстояния можно не заметить. Поэтому каждый раз во время мониторинга мы возим с собой телескоп, который очень полезен именно в таких случаях, когда животное или птица находятся на большом расстоянии от точки. Зимой, впрочем, представители животного мира на территории вблизи хвостохранилища редки. Однако в этот раз во время мониторинга на второй точке наблюдения кое-что заметить все-таки удается. Вот буквально утром два волка прошлись с северо-восток. Довольно крупные, около четырех лет примерно, где-то по следам, примерно около четырех лет. Раннее утро где-то в шесть часов прошлись, чуть-чуть снегом заняло здесь. Следы тоже заносятся в базу данных. Это явный признак присутствия животных возле потенциально опасного объекта. А значит, важное доказательство того, что звери себя чувствуют тут достаточно хорошо. Фиксируем направление по компасу. Фиксируем среду обитания этого, участок обнаружения этого животного. Открытая вода или лед, или естественный борт хвостохранилища. У нас есть несколько вариантов. Также мы фиксируем поведение дикого животного. Бежит, отдыхает, пьет воду или кормится. В этот раз пара волков просто прошла мимо. Так и записывают в планшет. Кстати, если бы экологи нашли павшее животное, то его бы отправили в лабораторию и проверили на наличие цианидов в организме. Такое уже случалось. Но каждый раз выяснялось, что звери погибли от естественных причин, и промышленные истоки тут вовсе ни при чем. Также у нас есть карта для ежедневного мониторинга, на которой мы отмечаем участок обнаружения волка. За сегодняшнее число, 23 октября, в точке ТД-2 был обнаружен волк ВК. В планшете, соответственно, сделана пометка, что это были следы. Далее эта карта сканируется и также отправляется на сервер базы данных. По возвращении с мониторинга, там, где есть зона доступа Wi-Fi, наше наблюдение должно быть загружено. В базе данных можно найти сведения за любой день, начиная с 2014 года. Вот, к примеру, произвольная дата – 1 июля 2016 года. В этот день экологи встретили сурка. Есть в базе и фотография, которая доказывает это, и записи о том, кто именно выезжал проводить мониторинг. Любой. Абсолютно любой день вносится в базу данных и оттуда уже не может быть удален. Так что результаты работы экологов легко можно проверить. И, согласно собранной информации, звери и птицы не страдают от соседства с кумтором. Кстати, мониторинг на территории рудника проводят не только сами экологи, но и любые другие сотрудники. При встрече с животными добровольцы из любых отделов могут либо заполнить специальный бланк, либо просто сообщить о встрече диспетчеру. Существуют на руднике и другие виды мониторинга. Контролируется не только наличие животных, но и качество воды, к примеру. Под особым контролем в этом случае, конечно, находится хвостохранилище. После остановки очистки зимой вот эта проба для мониторинга берется раз в день, утром. А когда начинается процесс в течение сезона, мы в шести точках делаем пробы. Каждые два часа делаем эти пробы. Так что смотрим. Во-первых, кислотно-щелочной баланс каждые шесть часов за смену два раза. Берем пробы, не содержащие цианида. Например, одна точка – сколько цианида в фастохранилище. Вторая – сколько в первом пруде цианида. Третья – сколько осталось во втором пруду. Еще один вид контроля – это наблюдение за землей на руднике. На всей территории Кумтора установлено более тысячи разных датчиков и систем контроля. 200 из них находятся на дамбе хвостохранилища. Здесь пизометры, термистры и инклинометры. Значит, термистры мы снимаем показания для определения температуры в теле дамбе и под основанием дамбы. А также пизометры на наличие воды в теле или под дамбой. И определение отметок грунтовых вод. А также инклинометры для слежения за всевозможным горизонтальным смещением. На карьере дополнительно установлено еще и два специальных радара стоимостью не менее миллиона долларов каждый. Они следят за теми частями рудника, куда человеку добраться сложно. Их главная задача – контролировать борта карьера и ледник Давыдова. Все данные с любых мониторинговых точек, ровно как и с радаров, поступают в инженерный отдел и на сервер базы данных. Система лейка осуществляет именно мониторинг установленных призм, которые мы получаем на экран нашего компьютера. Программа GeoMoss Analyzer позволяет моментально обработать или моментально просмотреть смещение данной точки. То есть, допустим, если показывают где-то смещение точки, мы можем проанализировать по горизонтальному или по вертикальному смещению этой призмы. Все это позволяет выявлять риски, чтобы ничего не угрожало людям, технике или природе. Природу, кстати, контролируют и за пределами рудника. К примеру, регулярно берутся пробы ниже по течению реки Кумтор, вплоть до ближайшего населенного пункта, а это город Нарын. Но уже в пяти километрах от территории рудника в воде нет ничего потенциально опасного или вредного для окружающей среды. Мы находимся в конце зоны смешивания воды. Все реки на руднике стекают в реку Кумтор. И на этой точке полностью смешивается. Дальше влияние рудника Кумтор полностью отсутствует. Системы мониторинга Кумтора проверены временем и, что немаловажно, учеными. Представители Национальной Академии Наук регулярно проверяют выводы местных сотрудников, а также сами участвуют в мониторинговых программах. К примеру, ими изучается миграция волков, измеряется уровень озера Петрова, берутся пробы воды, воздуха и почвы. Кумтор постоянно взаимодействует с учеными и вместе с ними совершенствует все системы контроля, сколько бы нововведения не стоили. На руднике действует более тысячи мониторинговых точек. На них следят за качеством и количеством расходуемой воды, промышленных и бытовых стоков, состоянием животного мира, составом воздуха, кислотообразованием в пустых породах, бытовыми и промышленными отходами, а также за метеорологическими условиями. Кумтор не экономит на экологии и на деле показывает достойную примера практику внедрения природоохранных мер. Конечно, горное производство не может полностью избежать влияния на окружающую среду, но оно точно может снизить его. И Кумтор это наглядно демонстрирует. Редактор субтитров А.Семкин